Итак, провязав 5 сантиметров нашей резиночки 1х1, я еще провязала, получается, лишний рядочек. Для чего объясню? Как бы у нас для симметрии мы вязали здесь и здесь 5 сантиметров. То есть у меня здесь было 11 рядочков, и здесь я 11 провязала, но плюс еще один ряд лишний, 12. Для чего? Для того, чтобы мы сейчас, ну, для того, чтобы здесь была как бы резиночка, вот, чтобы плотненько прилегала к руке, я закрою трикотажным швом. Как он делается? Смотрите, провязываете лишний ряд и отрезаете ниточку, ну, сантиметров в третий, то есть чтобы она была не слишком длинная и не слишком короткая, чтобы вам хватило. Теперь смотрите, начинаем мы как раз таки с первой спицы, то есть внутренней стороны первой спицы. Выдеваете в иголочку ниточку, либо цыганку, либо какая у вас там есть, любую, ну, как вам будет удобно. И, значит, так, смотрите, начинаем с первой петелечки, она у нас была лицевая, значит, мы продеваем первую иголочку в первую петлю с внутренней стороны, с задней. И фиксируете ниточку, то есть в эту петелечку, которая образовалась, провязываете ее, фиксируем, как бы, по плотненькому. Вот, теперь, так как первая у нас петля на спице лицевая, значит, мы будем выдевать через перец, то есть мы ее снимаем, и вторую петлю изнаночную. Мы, сейчас я ее поправлю немножко, не снимая со спицы, мы вдеваем тоже через перец. В образовавшуюся петельку снова продеваем ниточку, иголочку. Затягиваем, но уже не так сильно, как первая. Теперь, так как первая у нас изнаночная, значит, будем сзади вдевать, снимаем, и во вторую просто продеваем, тоже через петельку, вот, и образовавшуюся, так же, вдеваем иголочку. Будет немного неудобно, так как четыре спицы, потом будет попроще, вам, вы поймете смысл. Так как первая у нас петля на спице, вот, смотрите, вам покажу, лицевая, выдеваем через перец, то есть вот спереди, такой, с внутренней такой стороны, спереди. Снимаем, и вторую просто продеваем, не снимая. В образовавшуюся петельку снова продеваем иголочку, нашу ниточку. Так как первая петля изнаночная, то сзади, стеночки, вот так вот, сзади, видите. Так же снимаем, и во вторую просто продеваем, петлю снова продеваем иголочку. Затягиваем не сильно, еще раз повторюсь, чтобы ручка продевала. Теперь снова у нас первая лицевая, значит, продеваем через перец. Снимаем петельку, ниточку, зад, теперь продеваем, потому что изнаночная, сзади. И так далее, то есть чередуя. Лицевая, значит, спереди, и изнаночная, значит, сзади. И так очередуя продолжаем. То есть, пожалуйста, неудобно, но ничего, потерпите, сейчас будет через сутки хотя бы поляточки. Назвали. Поднимаете. Теперь последнюю, смотрите аккуратно, чтобы митра не цеплялась, чтобы было удобно, последнюю петлю спускайте на следующую спицу. Так вам потом гораздо удобнее будет и проще слеги. Так вот первая лицевая через перец пропускаем. Теперь через... Вот так вот изнаночная сзади. Лицевая, значит, спереди. Кому не совсем понятно, можете найти в интернете ликотажный шов резинки для резинки 1 на 1, и вам, в принципе, все, как бы, может, подробно и покажет, правильно что-то там объясняю, и не видно. Свет нити, такой чересчур светлый, осветающий. Я взглянула. Так, ну, здесь изнаночная сзади. Вот, значит, я взглянула, значит, за нею сто на дверью. Одеваем лице, значит, на дверь. Последнюю я вам говорю, что снимайте на спицу. Следующий вам будет гораздо удобнее. Значит, поснимаем внаночную, значит, сзади. Продолжение следует... Обязательно первые снимайте, вторую просто, через нее просто пробивайте. Вот получается, смотрите, вот такой вот трубчик, и он будет очень хорошо. Во-первых, что он очень лег по рисунку, смотрите, вот эти елочки, как шлавы, свечка, елочка, вот так она и продолжается. И вот здесь такой трубчик, и она, как бы, очень легко восстанавливается, и он, ну, не растягивается потом митоночка, по ручке идет очень, как она, красивая. Теперь последнюю убиваете на первую спицу. Теперь, смотрите, здесь спица надо, значит, ствердили. Сейчас, смотрите, вообще осталась одна спица. Очень, 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 очень легко и очень простая, и очень милая. Главное, это не тщательно спирить, поднимите, вздох, продевайте. Спирить. Главное, не забывайте продевать, чтобы было очень аккуратненько и очень удобно. Если убиваетесь, то приблизительно словите хотя бы последнюю, там, где он убил. И, понимаете, предыдуется, потому что. Так, последнюю убиваете. И аккуратненько где-то там убиваете иголочку, чтобы не было видно было и обязательно следите за тем, чтобы оно не кололо котовую ручку. Видите, неудобно. Итак, смотрите, этап наш закончился вот такой. Теперь нам осталось, видите, все ровненько, гладенько. Еще хочу такой нюанс, един, как говорится, рассмотреть. Я, например, люблю, чтобы метеночка была широким, и чтобы она по ручке немножко, как бы в некоторых местах собиралась. Вот. Многие любят, чтобы именно по руке, чтобы она идеально, как перчатка, в общем, надевалась. То есть, можете, допустим, если вам будет здесь, в этом месте, широк, ну, то есть, вот здесь вот, можете с внутренней стороны тоже, либо посередине, ну, как-то с горкой будет очень, смотрите, я думаю, ровно посередине, между первой и последней спицей, сделайте пару убавлений. Допустим, через вот такое расстояние, сначала с одной стороны, потом через некоторое расстояние, с другой стороны, потом с одной стороны, с другой стороны. То есть, по две петли вяжите в одну петлю. Для чего это? Кому, опять же, я повторюсь, кому вот здесь вот кажется, что слишком широко, вот. Последней и заключительной нашей задачей остается связать вот этот вот патчик. Мы оставляли, здесь получается, оставляли на дополнительной ниточке, когда тянете аккуратненько, чтобы там ничего не корвать лишнее, просто вытаскиваете вот эту ниточку и открываете вот эту петлю. У нас получается, с нижней стороны у вас получается по пять петель. Только смотрите, они открылись бабушкиным способом, поэтому вы их разворачиваете. То есть, чтобы они у вас смотрели в ту сторону, в сухую петлю. И с верхней стороны у вас четыре петли. Вот это такой, скажем, дефект получается, не пугайтесь, что там та-та там четыре, это дефект пикотажного шва. При распускании вязанных пещей получается, ну, получается они соединены косичкой. Меньше-больше, как говорится, получается идеально. Так вот, нам нужно здесь для пальчика, вот если вы, получается, оденете вот вашу, как говорится, свою термочку, я так вам покажу наглядно, чтобы вы понимали, что мы связали и что нам осталось. Я люблю, чтобы вот здесь широковато было. Нажали, кто-то, если любит заужина, вот если я вам говорила, оставляйте, ой, да не оставляйте, а давление будет. Ну, я границ. Вот здесь, в общем, такой вид у меня, как она, тут, мышки, клея, нитки, и, конечно, подняются, вот, косточки, как раз, ну, то есть, выше, если сделаете, то, мне кажется, и опять не смотрится, а так, а так, вроде бы, как хорошо. И вот, пять петель, которые мы оставляли, как раз таки, вот для пальчика, Видите, не натянуто, ничего, ничего лишнего нету. И теперь нам осталось лишь обгадать, вот этот, дырочек. Если, допустим, кто-то хочет просто дырочку, то есть, то в течение вязания, вот эти пять петель, их нужно закрыть. Не просто провязываете на отдельную, как мы делали, ниточку, а просто не закрываете пять. Дальше, в следующем ряду, то есть, вот, набираете воздушные пять петель, и продолжаете линию. Так как мы оставили для связания пальчиком, то мы будем набирать дополнительную, берем ниточку нашу, и дополнительную петлю. Если кому-то удобно глазать, вот, то что он набирает точные петли, крючком набираете крючком, или, например, я сейчас посмотрю, провяжу, вот этот провяжу, или давайте попробуем сразу, чтобы он был виноват. Здесь вы смотрите, чтобы у вас красивые пробелы набираете между, и где-то приводите, не закрываете, потому что у нас бабушки из песни, И где-то приблизительно вот здесь. Вы потом по ходу газа посмотрите, что бы было очевидно. И где-то вот здесь. Продолжаем вязать здесь просто лицевая. И дальше. Вот здесь надо немножечко набрасывать. Телечек, чтобы было по всему, да, отвратно. И здесь будет отвратно. И вот здесь, да. Вот здесь получается дырочек. Вот здесь получается дырочек. Ну, по ходу вязания сейчас посмотрим, что будет. Пока продолжаете вязать лицевыми. Здесь тоже перекрещиваются, чтобы не было дырочек. Продолжаем сейчас. Вот здесь. Вот видите, в привязании обрадовалась вот дырочка при модели. Только мы сейчас чуть-чуть подрежем здесь с планом вверх дырок. Вот мы ее снимем. Вот она оставляется. Вот эту снили. И где-то попробуем еще в другом месте, что она выручивает. Вот такая вот impact. Вот прям. Раста какая-то. Глазами обязательно все подтягиваем, чтобы было плечения полной. Полный наклад. Разберите лепестку и лепестки. Разберите лепестки, чтобы зашелся ровненько и плазненько. Если же не идет ровненько и плазненько, пробуйте набирать рядышком, чтобы не было дырочек. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы не было дырочек. Пробуйте до тех, кто пока уже здесь не уберутся дырочки. Эффекты не должны быть. Поэтому я сейчас немножечко нажму на паузу и сделаю так, чтобы не было дефекта. Вы также попытайтесь и в итоге я отключу. И так вот я проделала на спицы вот такие петелечки и уже провязала пару рядочков резинкой один на один, так как здесь было. То есть для красивого такого пальчика, чтобы он был более подобен, я решила так же сделать резиночкой. И на пальчике он будет аккуратнее смотреться. Такую в обтяжку. И так продолжаете, в общем, вяжете приблизительно рядочков 10-11 см. Смотря какой вы длины хотите, чтобы у вас был пальчик. Какая длина была на пальчике. Вот, например, я люблю, чтобы было по косточку. У меня по косточку получается. Вот, и так продолжаете вязать до длины. Будет вам неудобно, а я вот на 4 спицы так и продела. Можно делать на 3 спицы, но я обычно делаю на 4, чтобы я видела. У меня тогда, ну, хорошо видно, как говорится, где какая петелечка, мне очень удобно. И так вы вяжете высоту, которая вам нужна. То есть, продолжаете вязать. И так, после того, как вы провязали длину пальчика, мы будем завершать. Завершать мы будем точно так же, как мы делали это сверху ручки. Вот. Вы также продеваете ниточку в иголочку отрезочек. И приступаете к трикотажному шву. Вам сейчас напомню, как это делалось. Вот. Смотрите. Так как у нас первая, вот, первая, как вам так показать? Хорошо. Первая петелька, в общем, у меня идет изнаночная. Хорошо видно? Видно? Первая петелька идет изнаночная, поэтому я за перья надеваю ее и в петельку образовавшуюся вытягиваю ниточку. Хорошо затягиваю. Так как изнаночная первая, мы ее не снимали, теперь мы, получается, все, как обычно, сзади. Первую снимаем, через вторую протягиваем и петелечку, ниточку. Здесь уже можете не затягивать сильно для того, чтобы было свободно пальчиком в движении. Так как первая лицевая, мы ее снимаем через перед, вторую продеваем с бельги. Также протягиваем ниточку. И теперь сзади первую снимаем, протягиваем вторую, опять в петелечку, иголочку. Первая лицевая мы ее снимаем, спицу в сторону. Эту также протягиваем, не снимая ниточку в петелечку. Не затягивайте. У вас такой же получается трикотажный шелчек. В общем, так делайте до конца ряда. После того, как завершили ряд трикотажным швом, пробуйте, чтобы здесь было не сильно затужено. Если затужено, проделываете все заново, распуская. Но желательно сразу не затягивайте, как я вам говорила, так вот расправьте немножко. Теперь смотрите, кончики, те, что у вас остались в итоге, прячете с изнаночной стороны, выворачиваете, прячете. Затем пришиваете. Вот я предварительно уже пришила бусинки к совушке. Вот так, наверное, виднее. С совушки пришила уже бусинки глазки. Получилось вот так вот довольно-таки аккуратненько. Когда попрячете все кончики, снизу, сверху будет у нас довольно-таки смотреться аккуратненько. Здесь я все сейчас подправлю. Бывает, вот здесь вот при вывязывании снизу при наборе петель остаются какие-нибудь дырочки из яны. Это также надо поправить крючочком, чтобы ничего не было. Ну, довольно-таки, в принципе, получается аккуратно. Здесь, благодаря трикотажному шву, у нас резинка восстанавливается. То есть, когда вы оденете на ручку, она потянется более витовыми для вас. Можно без вот этого пальчика связать. Тогда здесь те пять петель, которые мы оставляли, воздушными петлями открытыми, просто заканчиваете их. И в следующем ряду провязываете воздушные петли набором на спицу. Пять петель также через рядочек. И продолжаете вязать. То есть, у вас получится вот здесь просто дырочка вот такая для пальчика. То есть, получится просто метенки, нос, дырочки. Итак, прячете кончики. И в итоге у нас получились вот такие замечательные метенки-совушки. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все. Всем ровных петелек. Пока-пока.